У нас весна, всё распускается, тепло, солнечно. Тут, правда, нет деревьев таких, которые красивые, но там они точно есть. Я не знаю, когда у них время начнётся. Я на самом деле хотела сказать, что сейчас в марте и в апреле самое лучшее время, чтобы приезжать сюда или сюда, куда-нибудь, в такое теплое, а вот одно дерево, да, в теплое красивое место. Даже и Белгород в педископе, как угодно. И смотреть на то, как сейчас распускаются вишни. Вишни ещё нет, ещё сейчас сливы. Сливы пошли, а акассия, это абрикосы, они уже упадают. Но сейчас самое лучшее время, а ещё лучше будет в апреле, потому что в апреле будет уже совсем-совсем тепло, всё будет в майках ходить. А деревья будут продолжать цвести, первые цветы пойдут, розы пойдут, наверное. А вот в мае будут дожди уже, и в мае уже будет не так весело. Я же всё изучила. Вот. И поэтому вот, если кто-то и хочет сюда ехать сейчас, то сейчас здесь самое солнечное, самое красивое и самое такое позитивное время. Птицы поют. Хотя, конечно, на Балканах птицы... То есть можно определить, что весна, только потому что птиц. Птиц нет, значит, зима. Всё остальное выглядит. Ну, примерно вот так, да. Вот туда я не пойду, там бегают. Значит, я хотела ещё сказать, что у меня тикток, где я дураковаляю, статусы всякие ставлю. Даже не статусы, а просто какие-то слова. Потому что скучно просто видео показывать. Долго там не поговоришь, и поэтому я там просто пишу всякую ерунду. Так. И это я к чему вообще? К тому, что мне тут пишут, что я такая злая, коварная. Ничего мне не нравится. Ничего мне не устраивает. И я против всех. И такая злая женщина. На самом деле, если бы мне здесь не нравилось, я бы здесь не оставала. Я была где-то в другом месте. У меня на насчёт всё свободно. Вот. Поэтому дело не в том, что я там злая какая-то или обиженная жизнью. Просто есть такая вещь, которая людям интересна. Если я вам буду сейчас опять же рассказывать про птичок и листья, то кто-то послушает. Но так это не особо занимает. Всем интересно, как люди живут. Всем интересно сравнить с собой. Всем интересно послушать про себя. Вот. А что-то, что-то ординарное никому не интересно никогда. Поэтому выбираешь какой-то вопрос, который... И просто рассказываешь. Никакой связи с моим настроением, моим состоянием, моей печалью. Это всё не имеет, конечно. Вот. Просто достаточно подумать, что ваш мозг, он здесь. Он закрыт от этого мира, от всего вокруг. И он вам может показать что угодно. Но это будет только ваш взгляд. Другие смотрят по-другому и видят на ночь. Поэтому... То, что вы видите, это только вы видите. Как бы мне быть этих... Это несколько... Бегает. Бегает. Бегает.